Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем разбор Священных Писаний, передачи, которую мы еще не выбрали название, но у нас есть цель в этой передаче, поэтому название придет само, но тема, которую я сегодня хотел бы разобрать, она связана с Иосифом, сыном Иакова, одного из патриархов израильских. И Иосиф является прямым образом Машиеха Ишуа. В еврейской традиции существует даже такое выражение Мессия, сын Иосифа, и Мессия, сын Давидов. И в ортодоксальной еврейской традиции говорят, что должен прийти страдающий Мессия и потом другая личность, которая тоже будет Машиехом, помазанным, и который подобно царю Давиду воссядет на престоле. Как верующие мы оба этих личности, или оба этих образа вкладываем в одного. Мы знаем его как Иешуа из Назарета, Иисус из Назарета, как легче вам понимать. Тот, который пришел и по словам старца Симеона принес славу народу своему Израилю, то есть восстановление, исцеление отпавших и утверждение в славе Господней тех, которые хотели, и просветил Гоим, народы. Дал народам шанс, свет, путь, дорогу. Короче говоря, сегодня мы хотим поговорить об Иосифе, сыне Иакова, и о том, как жизнь Иосифа в некоторых вещах запараллелена, буквально запараллелена с жизнью Иешуа. Но перед тем, как я поговорю об этом, я хочу рассказать одну вещь, которую наверняка вы знаете. Это праздник Кущей на Еврите Суккот, и это один из трех периодов праздничных дат, когда израильтянам, всем взрослым мужчинам повелевалось приходить в храм для поклонения. Даже говорится, что после воцарения Мессии на престоле, это Захария пишет об этом, праздник Суккот станет важным не только для израильского народа, но также станет важным для всех тех, которые через Машиеха, мы понимаем через какого, через Иешуа, присоединились к израильскому народу, и даже от них будет требоваться приходить для поклонения в Иерусалим. Так вот, на праздник Суккот традиционно используются четыре вида растений, которыми потрясают священники, в данном случае все, кто хочет потрясать перед Господом, как знак того, что вот, Бог, жатва из людей состоялась. Четыре вида растений. Что это за растения? Их мы называем на иврите арбоминим. И эти растения, они этрог, что-то наподобие лимона, только не лимон, цитрусовое. Очень классно пахнущее. Другой это хадас, или мирт с иврита. Миртовая ветка, которая имеет такой очень-очень приятный запах. Есть еще лулав, это пальмовая ветка, которая красивая и высокая, и крепкая. И есть еще две ивовые веточки. Что такое ива или орова на иврите, все вы знаете. И вы знаете, когда наступает праздник Суккот или Кущей, эти четыре вида растений берут в руки и потрясают в четыре стороны света. Говоря Бог, просто яви свое избавление всем людям. Из этого следует, что каждый из этих плодов, он являет из себя образ различных людей. О чем я говорю? Какой образ являют эти растения? Этрог, цитрусовое. Это считается образ людей, которые знают Творца, знают его заповеди и конструктивно исполняют их. То есть, люди, реально посвященные Богу. Мирт. Это растение, оно имеет плодов, но оно имеет шикарный запах. Оно символизирует людей, которые много говорят о Творце. Но в своих делах они не всегда следуют за ним, потому что чего-то не хватает, короче говоря, в них. Лулав или пальмовая ветка – это люди, которые стараются делать добро, но они не имеют запаха. Имеется в виду, они как пальма, они стоят крепко, ровно, они пытаются что-то делать, служить. Но запаха нет. Это символ людей, которые делают добрые дела, но не всегда осознанно. То есть, они не познают Творца. И последние рова или игловые веточки, они символизируют людей, которые гнутся в разные стороны, ни плода, ни запаха, ничего. То есть, люди, которых иногда можно назвать бесчинными людьми. Но в чем же суть этой традиции? Или это не совсем традиция, это заповедь из священных писаний, что Бог в праздник кущей, тот, который совершится еще в будущем, Он соберет людей разных и всех их объединит под кущей, под своим покровом. Образом этой кущей является то царствие, которое наступит, о котором говорится в книге Откровения Иоанна, 21 главе, когда Иоанн говорит такие слова «И я видел, с небес спускается Новый Иерусалим». И там написано «Те будет скиния Бога с человеками». Но почему я говорю об этих четырех видах растений, чтобы привести какую-то параллель или рассмотреть жизнь Иосифа? Вы знаете, жизнь Иосифа, она начинается явно показываться с 37 главы книги Бытие. Я прочитаю несколько стихов. И вот эти слова. Иаков жил в земле странствования отца своего, Исаака, в земле Хананской. Вот житие Иакова. И тут начинается вдруг история Иосифа. Иосиф, 17 лет, пас скот отца своего вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валлы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Все знают эту историю, помнят, что там случилось, помнят, как старшие братья, не дети Зелфы и Билы. Но дети Леи на каком-то этапе стали завидовать Иосифу, изговорились с детьми наложниц Иакова. И они вместе связали Иосифа, бросили его в ров. После этого они продали его мадьянитянам. Те, в свою очередь, перепродали его в Египет. И мы видим странствование, страдания Иосифа, как он прошел тюрьму, как он прошел испытание своей веры, своего вообще человеческого состояния. И как потом Бог поставил его на величайший престол. И стоя на этом престоле, Иосиф послужил к спасению и избавлению не только египтян, но Израиля, своей семье, откуда он вышел. И на самом деле все это привело к тому, что еврейский народ пришел в Египет, и там из маленькой семьи стал народ. Народ, который исполняет пророчество до сегодняшнего дня. Но что я здесь хочу подчеркнуть в сравнении с этими арбами ним, четырьмя видами растений. Разные люди участвуют здесь. Первое, это Иосиф, которого, наверное, более всего можно соотнести с этрогом. Человек, который знал Творца, и который знал суть заповеди, который старался блюсти заповедь, он старался быть чистым, честным. Мы видим братьев, братьев Палеи, которых можно назвать миртом. Это люди, которые были детьми Леи, имели пророческий дух, особенное наставление, которое давала им их мама. Очень духовное. Там вопросы крови имели большое значение. Они понимали суть, но они в своих делах не всегда были корректны. Мы про это поговорим чуть позднее. Там были дети Зелфы и Валлы. Их можно назвать пальмовой веткой. Они пытались делать добрые дела, но сути Божьей до конца не понимали в тот период времени, когда Иосиф был связан и продан в рабство. Они были, по всей видимости, неплохими людьми, но они были детьми наложниц. И наложницы, соответственно, не могли передать им то, что могли передать Лея и Рахель своим детям, тот внутренний потенциал. И еще здесь мы видим Митсрым, египтян. Людей, которых в стандарте священных писаний можно назвать орова, ветви, которые гнутся вправо и влево, которые не знают Бога, которые могут сделать много зла. И являются как бы прообразом грешников. Египет прообраз грешников. Но давайте посмотрим интересную историю. Написано, Иосиф пас овец с братьями своими, сыновьями Валлы и сыновьями Зелфы. Почему не с Рувимом, не с Иудой, не с Шимоном, не с Леви? Почему не с сыновьями Леи? А почему с сыновьями наложниц? Я думаю, что старая зависть играла здесь определяющую роль. Сыновья Леи, которые были выращены и знали пророчество, они прекрасно видели тот огромный потенциал и заряд, который Творец вложил в их брата Иосифа. И видя этот потенциал, видя те пророческие сны, да и само поведение Иосифа, по всей видимости, мы о многом не можем прочитать на страницах Писания, но там в семье они общались. И, наверное, образ Иосифа, его слова, мудрость, которая исходила из них, они понимали, что не случайно их отец Иаков дал Иосифу эту особенную одежду. Он отличил не только потому, что это был любимчик, сын любимой жены, но и потому, что он видел, что в Иосифе есть огромнейший потенциал. Так вот, братья Леи, по всей видимости, различали это, но зависть не позволяла им сблизиться со своим более продвинутым в духовных вещах братом. Дети же Валы и Зелфы, дети наложниц, они были добрыми ребятами, но они не были достаточно духовны. Наложницы не смогли передать им весь этот пророческий потенциал, и, возможно, Иаков, желая поднять духовный уровень своих детей от наложниц, зная, что и им суждено быть теми, которые обоснуют колено Израилевы, он дал им просто Иосифа в качестве наставника. И, возможно, когда они проводили массу времени вместе, то есть Иосиф и сыновья наложниц, сыновья Валы и Зелфы, Иосиф видел, что сколько он не бьется над ними, он не может вложить ту небесную мудрость, которую открывалась ему почти автоматически, потому что он был избранником. И он доводил в разочаровании худые слухи до своего отца, говоря, отец, ты меня поставил, вот чтобы я сделал это, 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 и ничего. Один момент случается несчастье, старшие братья, братья от сестер, от Леи уговаривают братьев от наложниц, и они делают то, что делают, мы знаем все. И вот история Иосифа в Египте, история разочарования, история боли, до сих пор масса вопросов, масса вопросов. Мы не понимаем, почему Иосиф, став вторым лицом в государстве, избегает просто пройти, послать соглядатаев, послать посольство, ведь он обладал громадными деньгами и мощью, и властью, он мог просто послать в Ханаан и проверить, жив ли отец. По всей видимости, он пытается оторваться эмоционально от семейства. Почему? Потому что Мицрым, египтяне, приняли этого брошенного семита, еврея, хананияне, Мицраем это хананеи, и приняли, сделали его царем, сделали его самым достойным, то есть братья по Лее, они пренебрегли им, братья по наложницам отца, сыновья Зелфы и Валы, они дружили с ним, но тоже не оказались достаточно верными ему, и лишь Мицрым, которые в параметрах подходящности по системе Арбаминим, четыре вида людей, они грешники, вдруг они принимают и ставят Иосифа на великий трон. Вы знаете, когда я думаю об этих картинах, я сразу же различаю определенные параллели с нашим Господом, Иешуа, он сегодня самый популярный человек среди Гоим, среди народов, которых можно уподобить тем Мицрым, египтянам, которые были во грехах, апостол Павел так и говорит в послании к Ефесянам, он говорит, вы бывшие некогда далеко не имели никаких шансов ни на что вообще, сегодня мы видим, что те, которые когда-то не имели никаких шансов ни на что, приняли этого Семита, этого Сына Израиля, которого отвергли свои на определенном этапе и сделали его царем царей. В то же самое время мы читаем про Коганим, Вепрушим, про садукеев, фарисеев, которые были в свое время духовными проникновенными людьми, и по всей видимости, мы читаем об этом в Новом Завете, они понимали, что из себя или кто из себя представляет этот плотник из Назарета, они видели тот духовный потенциал, который сокрыт в нем, но Писание говорит, что они поступили буквально так же, как в свое время поступили братья, братья Полеи. Они просто завидовали, и в одном месте написано, из зависти предали его. Просто люди на Израиля, они дружили с Иешуа, они ходили за ним, были масса, аншейдер их называли, люди пути, которые воспринимали его, но когда те старшие, фарисеи и садукеи, стали надавливать на них, подобно братьям Леи, которые давили на братьев от наложниц, они сломались, и выбрали воравву вместо сына Божьего. Но почему я обо всем этом говорю? После всех перепитий, в 45-й главе книги Бытия мы читаем о финале этой драмы, этой трагедии. Иосиф в очень высоком положении, и он уже испытал братья, он уже вытащил из братьев, можно сказать, кишки. Они уже 10 раз покаялись за все. И в своей внутренности, и уже перед ним, уже сколько этого всего было. У меня даже иногда ощущение, когда Иосиф последний раз напрягает их, а помните, а отец, а где другой брат ваш? Иуда кидается к Иосифу и кричит, Иосиф, хватит уже доставать нас. У меня такое ощущение, что Иосиф там уже где-то переигрывает. Но Святой Дух вмешивается во всю эту ситуацию, и 45 глава Бытия говорит, Иосиф не мог более удерживаться при всех стоящих около него и закричал, удалите от меня всех. И не осталось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали ли египтяне, услышал дом Иосифа, и сказал Иосиф братьям своим, я, Иосиф, жив ли еще отец мой. Что там произошло? Те, которые приняли Иосифа, вдруг не присутствуют на встрече Иосифа с братьями. То есть, они присутствуют, но в самый решающий момент он просит их удалиться из зала. И он говорит, дайте мне по-свойски, по-нашему, открыться братьям. Кого он видит перед собою? Это все те же самые люди. Одни, которые завидовали, другие, которые вначале дружили, а потом тоже подчинились тем и продали его в рабство. Но он видит сейчас, что это изменилось. Те братья, зелфы и валы, они изменились. Жизнь изменила их, они духовно подросли. То, что он им, будучи подростком, даже очень духовным, не мог передать, жизнь передала им, потому что Творец печется над своими. Те старшие, которые завидовали, которые знали, кто он, но завидовали ему, они покаялись. И тоже вошли в ту определенную полноту. И вот он открывается перед ними без присутствия язычников, без присутствия египтян. Вы знаете, это наводит меня на мысль. По всей видимости, сегодня мы живем во время, когда многие в Израиле, ища духовности, боятся того Иисуса, которого им пытаются навязать даже из самых лучших побуждений, многие христиане. Почему они боятся его? Ну, этот вопрос уже обкатывался многократно, да потому что очень много во имя Христа христиане, даже движимые самыми лучшими побуждениями, проливали кровь евреев. И сегодня, на генетическом уровне, я бы назвал это память генов, гены имеют память, помнят Израиль и боится. И все человеческие усилия реабилитировать имя Иисуса в глазах Израиля, они важны, но не знаю, чего они достигнут. Верю очень сильно, что Бог сверхъестественно реабилитирует нашего Господа, но это случится не по известным или не по принятым до сегодняшнего дня. По всей видимости, я не утверждаю. Это просто мое мнение. Путям. И, возможно, Ишуа один на один останется со своими братьями и скажет им, сейчас все остальные, пожалуйста, не мешайте нам. Сейчас, пожалуйста, не мешайте нам. И те братья старшие, которые завидовали, и те вторые, которые дружили, но не были верны, они все склонятся перед ним, возряд на того, которого пронзили, скажут, ты, ты, тебя мы узнаем. Ты, прости нас, мы признаем тебя. Вы знаете, как это случится? Большая история. Но в заключении всего лишь несколько вещей. Первая вещь. Все мы разные. И Творец, как в случае с праздником Кущи, в один день соберет нам вместе. Второе. Иешуа. Он царь, царей, Господь, господствующий для всех народов мира. И для Израиля в том числе, но Израилю откроется в дни грядущие особенным образом. Третье. Мы все должны понять, что мы знаем не так много во всем том, что случится. И должны просто смиренно говорить, Творец, помоги нам быть инструментами в твоих руках. И помоги нам не навредить. У меня есть друг врач. Он говорит, первое правило врачей, когда они прописывают лекарства и смотрят на его результаты, чтобы не навредило. Потом уже, чтобы приносило пользу. Как важно нам не навредить. Бог пусть даст нам силу, чтобы не навредить. Стараться всеми путями нам здесь в Израиле живущим, вам там живущим по всему лицу земли реабилитировать перед иудеями, опозоренное кровавыми наветами имя Иешуа, чтобы его здесь вновь стали воспринимать как своего и довериться Творцу, который знает путь, которым он откроет Израилю, Машеха, Сына Божьего, того, от которого все и через которого все. Пусть Бог благословит вас. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин